всем привет с нами сегодня наш любимый dex да и мы попробуем немножко завести сегодня разговор о Этериум давайте представимся еще раз кто мы меня зовут Сергей Сивансян я в проекте занималась international relationship то есть занимаюсь такими вопросами связанными с привлечением инвестиций и с формированием комьюнити такого интернационального грубо не русского а меня зовут Федор Логинов я с 96 года торгую ценными бумагами был маркетмейкером на срочной секции ММВБ в РТС торговал больше года торгую криптовалютой хорошо слушай давай поговорим не о такой очень сильно фундаментальной криптовалюте во всяк случае которая и завела на себе очень много проектов и аккумулировали их и к сожалению сейчас она пошла на спад но все-таки мы попробуем не то чтобы ее или переоценить и недооценить попробуем посмотреть на нее с технической точки зрения все знают что не криптовалюта Этериум а платформа Этериум была придумана для больше программного обеспечения то есть в отличие от того самого биткоина это не простая не знал просто логика там передачи ценностей в данном случае биткоина от одного адреса к другому с помощью там шифрования а это понимание того что на распределенных компьютеров то есть на очень большом количестве компьютеров можно создать то есть можно запустить программный продукт можно запустить программу которая называется Dapp децентрализованная application и с этой помощью понятно что очень многие компании очень многие платформы ее используют для того чтобы выпустить таскать свои токены на этом в всякий случай очень сильно к нашему большому сожалению очень многие компании которые выходили на еще очень многие компании которые использовали эту платформу они именно используют ну как бы в разрезе смарт-контрактов для выпуска своих собственных токенов денежных средств которые как-то называют слушай мне к тебе вот такой вопросик несмотря на то что на платформе Этериум очень много там более полутора тысяч проектов уже запущены уже крутятся они уже грубо говоря работают в этой экосистеме все таки нурия рубини немножко раскритиковал эфир и он сказал что ну несмотря на то что он мировой экономист он сказал что ну в общем так сказал он немножко раскритиковал и виталика бутерина да и сказал что это не совсем смарт-контракты и это не совсем децентрализованная пожалуйста скажи нам в чем чем дело то что тебе немножко больше информации ну первое что я бы хотел сказать что если сравнивать вот крупнейшие криптовалюты да то с точки зрения вот анализа именно графика движения цены эфир самое слабое выглядит хуже всех вот если бы я смотрел на 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 ценную бумагу там на акцию например то я бы сказал что компания в предбанкротном состоянии слушай а вот значит графики хуже всех то есть смотри вот на ней в принципе очень многие токены крутятся она как бы за собой завлекает и вот эти токены точно себя так же ведут или ты говоришь только про эфир я говорю только про эфир а поняли если если вот смотри если давно возьмем там самую популярную криптовалюту она на уровне 6 где-то там стало уже полгода назад да вот то эфир он пробивает очередное дно и опускается все ниже и ниже и график у него явный тренд понижательный он идет в канале а вот и не видно конца и края и если посмотреть на информационный фон который это сопровождает то конечно это заявление руби не да когда вот делать заявление ну вот буквально может быть конце лета начале осенью вот он по-моему где-то в конгрессе что ли выступал первое что он сказал это что криптовалюта более централизованно чем власть северной кореи ничего себе вот а второе что он сказал это то что смарт-контракты они не умные и не контракты что типа там достаточно много дыр вот но и там много историй и и я понимаю вот это высказывание было больше ну как на твой взгляд эмоциональным то есть он как бы его что-то уже так зацепило он просто хотел выговориться или она подтвердена я не знаю никакой логии потому что говорят что ну там я не знаю программное обеспечение которое то программное обеспечение на котором крутится к примеру этериум и то мне извиняюсь то программное обеспечение которое написано на солидите который будет на этериуме и вот это искать весь вся уже палитра программного продукта вот нельзя сказать что она там централизована тем более что люди которые деплод эти смарт-контракты они пишут ручками это то же самое что сказали все дураки я думаю что возможно там нурель что-то имел в виду немножко другое то есть если какие-то от него ну подтверждение его слов или вот-вот хочется понять чему хотел подтверждение тут довольно такая ситуация подтверждение сам бутерин сделал первое он сказал ну я не знаю там журналисты переврали но все-таки там доля истины то была в его словах что эфир может стоить ноль ну вот так и сказал бутерин прям сказал что то есть по большому возможно что нам наша криптовалюта будет стоить даже ноль то есть вот таком я согласен и это привело между прочим довольно сильному падению 300 с чем-то до 200 это там 30 процентов с лишним упало валютное его заявление может он в сердцах сказал то есть грубо говоря то есть от него хотели но всегда же от первых лиц жду же некой такой супер-энсайдерской информации понимание того что человек будет обездаст за технологию он на канале может это все надоело и он сказал товарищи значит готовьтесь к самому худшему может быть из-за этого хотя видишь люди же каждый грубо говоря понимает любую информацию в сфере своих ценностей и соответственно то есть то что сказал бутерин но привело наоборот возможно люди бы как бы прислушались не на как-то по-другому поняли но они его поняли прям в прямом смысле этого слова ухты иначе он сказал что ноль надо быстренько сливать и понятно что и рынок ушел но все-таки хочется но сманипулировал рынком при этом слушай но знаешь я думаю что вот ответ на этот вопрос даже наверно у него нет то есть мы просто может быть не знаем дело в том что в момент когда курс упал где-то до 180 очень сильные покупки начались на что происходит когда в какой-то момент резко растет объем торговли это значит от одних людей ценность какая-то переходит другим людям да ну слушай тогда немножко так проанализирую пожалуйста спрогнозировать тогда куда будет ну как ты думаешь да вот ты говоришь что все плохо тогда куда идет цена если вот насчет этого некий тех анализ с твоей стороны потому что просто я лично в трейдинге не очень хорошо разбираюсь я думаю лучше послушать профессионалов ну мне вот что меня вот это заинтересовало я сразу когда увидел эти большие объемы возможно здесь как раз кроется так называемое дно его будут туда толкать по каким-то причинам но ты должен был 0 не не но именно на уровне 180 до примерно его будут еще толкать вот мы сейчас посмотрим как будет развиваться ситуация если сейчас опять будут как-то толкать вниз и опять там будут большие объемы будут покупатели то скорее всего это какой-то больше похоже на дно кстати вот давай немножко ну по поанализируем дно для биткоина я имею ввиду дно для майнеров да оно вот находится ну будем считать что она почти на дне хотя бы последнее время немножко курс вырос мы считать в районе там 6 6 6 6 100 6 200 то есть дальше если уже там цена пойдет сторону там иди тысяч долларов скорее всего очень многие майнеры или переобуются в какие другие валюты или просто-напросто выключить свое оборудование потому что тратить деньги со своего компана никому не выгодно раз это мы про биткоин говорим если сейчас пока у этариум proof of work еще на proof of stake несмотря на то что разговоры идут целый год да про каспер там про форка про еще там иной просто позабыл во всяком случае уже прям очень сильно перегрета эта тема чуть не с дня на день мы ожидаем или форки или апгрейд так сказать всей системы и переход на просто но все-таки пока его нет где днил дно для эфира я мерга со стороны майнер то что они что же по большому счету рискуют некими тратят какую-то энергию если вот насчет этой информации она 180 мне кажется что если они перейдут с пруфов вор на пруфов стейк там дна вообще нет там дна как сказал бутылин да там да и правда ноль тогда тут об этом говорить а вот сейчас нет а вот пруфов стейк оно же чем отличается там будут стараться как-то аккумулировать у себя большие количества и получат процент от всех своих этих действий перерегистрации там и так далее процент будет зависимости от того какой-то объем с генерал может быть для этого и обваливают знаешь самое интересное кто то есть те люди или то там кучка людей которые не понимают процессы и не видит его то есть не видит всю картину понятно что что мы делаем начинаем жить догадками начинаем пытаться там анализировать а вот скорее всего это вот к этому то есть пытаемся каким-то образом там вещи срастить чтобы у нас хоть как-то получилась картина мы как люди только то есть да так и живем мы пытаемся какой-то процесс объяснить как природный или же нам непонятно в данном случае очень-очень подозрительный процесс у меня есть даже название это пчелы против меда так как рот против наркотиков эти самые чиновники против взяток там тоже самое бутылин против эфира да он стоит 0 смарт-контракт он же еще про смарт-контракт сказал что он сказал что он жалеет что эфир ассоциируется со смарт-контрактами очень чем он должен был ассоциироваться есть по большому счету вся придумка была именно в этом то есть вместо того то есть вместо там банальных транзакций эти транзакции возможно было бы как-то программирует это было только со смарт-контракт а чего-то он жалеет хотя это их фишка была это и есть в принципе фишка там все программисты то есть наконец-то у программистовской планеты появился новые языки нового понимания это децентрализованные приложения туда я считаю очень многие смотрят операционной системы появляются децентрализованной операционной системы это я считаю очень такой хороший прорыв в программирование в принципе я имею ввиду для этих специалистов не знаю почему для чего он такие заявления делать не знала не знала да пойдем чуть дальше еще немножко то есть по большому счету несмотря на то что в мире есть очень много платформ очень много я имею ввиду там несколько десятку точно не не сотен вот никто до сих пор переходов с proof of work на proof of stake не делал то есть будем считать что если это получится ну у бутейна это будет ну для он будет первопроходцем так скажу не смотря то что все готово вот смарт-контракт уже очень многие прикручивали децентрализованной системы уже делали есть некий ну не то чтобы нету просто извини есть платформы похожие на битшир кстати на котором вот и dex работает она прям изначально proof of stake но так сказать сообщество очень к этому относится так с подозрительной с подозрительным подходом насчет децентрализации типа всего 21 делегат контролирует всю систему да она хороша да она там быстренько масштабируема да транзакции быстренькие хорошие быстренько подтверждают то есть консенсус идеальный но вот 21 человек контролирует всю систему я подозреваю что да в этом случае и хотя у получается у этериума гораздо больше жизненный цикл да то есть понятно там будет скорее всего немножко другой я вряд ли будет 21 делегат может это там будет 2100 или еще больше или еще меньше но каким-то образом вот будет перераспределение рынка то есть уйдут майнеры придут стейкхолдеры вот что ты думаешь по этому поводу и все-таки вот какое твое внутреннее нарушение у эфира это получится или она будем об этом говорить говорить или или вообще спадет к ты выражаешься в ноле мы о нем заботим как о страшном сне или все-таки какая-то вот разворотом это произойдет но я надеюсь что получится то есть все-таки программистов видишь верю да я думаю что надеюсь что вот 180 это дно да и что нормально все пройдет да если что угодно чтобы это не легло все на месяц 2 3 давай пойдем немножко так человеческой точки зрения мы уже услышали заявление нуриэля рубини а как ты думаешь все таки кто за бутырином стоит все говорят что он там прощаемый похож на аутиста деньги крутят серьезные но даже враг говорят что его фссо охраняет а там в сша его морга стелли поддерживает хочется все-таки понять это человек самородок или все-таки то есть у него есть некий кукловод который то есть каким-то образом не знаю манипулирует как вот как у тебя к этому отношению или внутренние ощущения ну конечно я думаю что ну не кукловод а скорее всего какие-то финансовые круги рассматривают такое лицо подставное лицо как посылает финансисты поддерживают разные проект так смотрят какой даст эффект они его всячески расширяют углубляют хороший проект получился в принципе да но настолько хороший что во всяком случае криптоиндустрии за последние два года очень сильно обязана именно платформе это и сейчас даже несмотря что сома проектами нет оси умерла но все равно те кто каким-то образом пытаться что-то в блокчейне гуси сделать первая мысль которая приходит это что-то сделать на это потому что там хотя бы работающие смарт-контракты ну более-менее все понятно уже образовалась некая коллекции не говорю в пол программистов которые что-то делают давай пойдем еще немножечко дальше есть вот все-таки хочется поговорить про технологию зачем нужен блокчейн именно для смарт-контрактов то есть и вроде бы все говорят технология медленная децентрализации нет рубини в этом да рубини сказал то есть она что значит медленно она не подготовлена для человеческой жизни там нас уже более семи миллиардов нам хочется очень быстро транзакции мы все в этом должны быть вовлечены вот что ты думаешь по этому поводу и вправду то есть блокчейн для смарт-контрактов или блокчейн он я не знаю как все уже думал что блокчейн 3.0 пришел кстати у меня есть по поводу я сейчас прокомментирую давай пока останусь остановимся на этериуме то есть блокчейн для смарт-контрактов или для чего-нибудь еще мне кажется что надо как-то разделять вот одно дело ну грубо говоря там на блокчейн подсадить там тысячу нотариусов да так ну это немного они не будут строчить прям я не знаю и они не будут постоянно туда обращаться чтобы перерегистрация какая-то происходила другое дело посадить миллиард владельцев монет или твит и посадить на блокчейн чтобы каждый кто то есть кому не ли кто что выкидывает там то есть грубо говоря как это как кто кто что говорит сразу твит пошел раз в счет его блокчейн записано обязательно все должны об этом в секунду узнать но не то чтобы узнать записать вот этот очень сильный важный твит ну да это разделяет надежность вот для таких вот это для принципиально разных так сказать в блокчейне надо записывать значимые события или нужные то есть которые медали был как-то ну как-то даже разделяться проданы разделяться дело в том что функционал разных небольшого количества где требуется большая надежность и большое количество которое если давать им надежность большую то будет много ресурсов тратится и времени и энергии давай немножко по размышляем о блокчейне 3.0 понятно что абсолютно все вокруг уже видят проблемы и говорят что мы придумаем новый блокчейн у которого будет минимум там я не знал 100 тысяч транзакций в секунду это значит спокойно по но будут конкурентами виза там мастер карты любыми так сказать системами я имею ввиду банк структур второе у нас будут программируемые смарт-контракты где язык будет более понятен и с меньшими багами чем у этериума понятно увидели эти ошибки то есть то же самое парень тебе тут случилось именно то же самое то есть и дау в самом самом начале в 2015 году то есть уже зная ошибки начинают не то чтобы угадать а фантазировать об таком идеальном блокчейне и третья часть понятно что он должен быть очень сильным масштабируемым и обязательно там должны быть сайт сайчейн и которые то есть не обязательно прям все в одну в одну кучу в один блокчейн грубо говоря связывать все эти транзак чтобы не разрослался как ком ненормальный потому что там я не знаю даже 7 миллиардов человек в течение дня одну запись делают все будет просто то есть вот эту информацию хранить будет тупо негде или она там забьет все возможные эти теперешние мировые дата-центры и просто хранить будет не имеет смысла то есть я подозреваю что именно про блокчейн 3.0 именно вот все думают в этом направлении если честно они уже появились там вот фьюлит бакард это про сделает платформу имеют децентрализованное не предложение операционную систему уже как умер и ос собрал денег битшера делают появляются децентрализованные биржи их всех бог все больше конечно все кричат о ликвидности но ликвидность больше мы понимаем что создавать маркет мейкеры и они используют это сказать централизованные инструменты до централизованные инструменты которые возможны только на централизованном бирже для того чтобы на пустом месте грубо нарастить стакан и чтобы люди какие корги тут происходит а потом как только кто-то зажелся обваливается как она вот на просто месте выросла так она и нанесли расхолаживается давай чтобы мы то есть немножко то что мы подведем итоги а попробуем до людей донести, чего им ждать и попробуем для себя понять куда мы идем дальше. Рынок в упадке Ethereum в еще худшем упадке как ты думаешь куда бы это все развернулось и чего нам ждать дальше я вот за свою жизнь пережил два кризиса таких мощных в 98 году и в 2008 году и еще в 2018 я же понимаю, что у нас на конце как восьмерочка, а это значит 2008, 2008 и вот мы в 2018 в принципе этот кризис уже есть для криптовалюты 2018 очень сильный кризис то есть после, так скажем начиная с 2013 2014, все это был маленький дорос потихонечку, потихонечку вот она выросла и вдруг такое прям падение, притом падение всего рынка хотя бы он нежно как-то спустился нет ладненько я тебя слушаю дальше вот значит и что такое вот кризис предкризисный это меньше денег везде становится в экономике на крипторынке везде у домохозяйств меньше денег становится после кризиса что происходит куда они деваются по большому счету давай ну насчет крипты ладно еще пока дождём я же эти бумажки не сжигал в принципе они же где-то аккумулироваться что значит меньше денег становится может быть меньше денег становится в плане их количества или меньше денег становится люди придерживают их не тратят или они где-то там государств их не выкидывают вот что значит меньше денег становится Ну, например, американская, федрезерв американский, он уже года 3-4, наверное, поднимает процентные ставки на 0,25 за раз и где-то 3-4 раза в год поднимает. Сейчас уже 2% у них ставка. А, то есть люди и компании, я имею в виду компании-государства, все меньше берут денег взаймы. Это дороже, нет, обслуживать свой долг дороже становится. Если раньше люди брали за 0, 5 лет назад, можно было в Америке взять кредит под 0%, то сейчас это уже 4%. То есть людям обслуживать долг труднее. А вот кто берет ипотеку на 30 лет? Представляешь, он раньше платил 500 долларов, а сейчас оно выросло. Самое интересное, если он взял на 30 лет, то 30 раз все изменится. То есть эта ипотека может удаваться. Вот, он раньше 500 долларов платил, а теперь полторы тысячи долларов платит, например, в месяц. И у него вот этот косарь, он мог бы купить биткоин, колбасу. Вот так оно потихонечку изымается. Кроме того, они, по-моему, 20 миллиардов долларов в месяц, те, которые в момент количественного смягчения ценные бумаги, в основном облигации, покупали, они гасятся и федрезерв уменьшает баланс на эту сумму. Вот так деньги и замываются из мировой экономики, от чего сейчас и страдает. На самом деле, кризис не только в криптовалюте, кризис в Турции, кризис в Аргентине, в Южной Америке, кризис. Ой, не в Южной Америке, а в Южной Африке. В Южной Африке. Ну, я тебе скажу, в странах СНГ тоже далеко все. Рубль эвалировался на 15%. Все мы знаем, вот он, кризис. Он не только в криптовалюте. Так вот, я вот... То есть, не надо нам, как бы, постоянно говорить, что там с криптой что-то произошло. Это в мире, что происходит, понятно. Уже включение денег. Центральный банк пока только в основном американский. Англичане тоже поднимают, европейцы еще пока, у них, по-моему, до конца года они еще пока выкупают, ну, печатают деньги, выкупают с рынка ценные бумаги. Но они до конца года, и в конце года уже заканчиваются. И у них они начинают тоже ужесточение. Еще очень крупный банк, который постоянно печатает деньги, это японский. Ну, с ним тяжелее. Они как 30 лет, как начали печатать, по-моему, не останавливаются. Да, у них, значит, по-другому ничего там не происходит. И вот это уменьшение количества денег в мире, оно и приводит к тому, что постепенно наиболее рискованно. И сначала активы падают, там, криптовалюта, там, ценные бумаги развивающихся рынков. А потом она дойдет, да. То есть, что получается, понимаешь, я вот хочется как бы найти ту точку, не назад, ту точку перехода, да. То есть, мы как люди что-нибудь можем в этой ситуации изменить или нет? Или нам приходится только уповать, ждем. Сейчас, в каком-то этапе, в Америке начнутся проблемы. Да. То есть, начнутся как бы в Европе, в Китае. Но главное, что главный эмиссионный центр все-таки это Федрезерв. Да. Мировой. Вот. У них начнутся проблемы. Они начнут ставку эту снижать. Потом начнется, скорее всего, у них это все запаздывает. Да. Процессы, когда они начнутся снижать, и ухудшение экономики, оно там отстает. Понятно. Вот. И поэтому они доведут дело до кризиса, как было раньше. Я пережил два кризиса. А такие кризисы, там, их каждые 10 лет, например, один бывает еще два. Понятно. Ну, исходя из... И потом начнут опять печатать. По нумерологии пока все совпадает. То есть, в 2018-е это... И потом начнут опять печатать деньги. Я тебя понял. И их опять станет много. И опять, там, блокчейн 3, 4, 5, понятно. А технологии-то развиваются. Будем считать... В детстве, в детстве, там, как жили, там, заедали, телевизор переключили. Я тебя услышал. Будем считать, что 2018-е у нас потихонечку подходит к концу. И будем считать, что, как бы, мы вот этот кризис... Ну, разворотные точки, все-таки мы ее начинаем переживать. Ну, вот смотри. В 98-м году кризис был в России. А в Америке вот этот кризис доткомов, из которого выросли, да, всякие гуглы и прочие. Вот его больше сравнивают с крипторынком. Вот тот кризис доткомов, он был побольше, в 2000-м году. Чуть попозже, чем у нас. Кстати, экономисты говорят, что вот кризис теперешний будет еще гораздо круче и гораздо масштабнее, чем кризис доткомов. То есть доткомовский кризис нам покажется просто каким-то детским садом. Посмотрим. Посмотрим, да. Я не все... Мы очень надеемся, и все зрители, и мы тоже, что рынок, грубо говоря, наконец-то пережил. И очень близок к переживанию и к разворотной точке для того, чтобы мы наконец-то, да, от всего этого упадка немножко пошли к росту. Мы очень надеемся, что и федеральные резервные службы, и американцы, да, не будут с этим очень сильно тянуть и начнут, опять-таки сказать, печатать деньги для всех... Это кровеносная система для экономики, как кровь вот для нашего организма. Должны постоянно-постоянно-постоянно обновляться, подпечатываться. Экономика, если растет, обязательно надо печатать деньги, потому что без этого она не будет расти. Но вот больше товаров, это больше товаров, а чтобы они ходили из рук в руки, но уже деньги они постоянно смазывают этот процесс. Поэтому ждем печатных денег и ростов. Хорошо. Вот на этой оптимистичной ноте, то есть так, как все, я так скажу, по криптовалюту уже дают возможность сами проектам тоже немножко печатать деньги. Ну, неким образом, да. Мы пускать токены, благодаря которым, ну, хотя бы происходит какое-то движение внутри команды, происходит какое-то движение, то есть есть к чему идти. Мы очень надеемся, что и команды, и все-таки они не уйдут с рынка совершенно, то есть они немножко переживут наконец-то, вот, так сказать, этот кризис. Кто переживет, тот будет чувствовать себя хорошо. Да, кто переживет, надо хотя бы вот этот помнить. То есть тот, кто переживет, тот будет на коне уже в следующий подъем. Мы желаем и командам, и людям не опускать руки, то есть ничего такого сверхъестественного не случилось. Кризисы, они всегда бывают, как и сумасшедшие подъемы. Да, к сожалению, нам хочется, чтобы этот подъем был почти вечен, а кризиса не было никогда. Но, наверное, мы как люди еще к этому не то, что не привыкшие. Наверное, то есть такова жизнь, как она рождается. Будет какой-то искусственный интеллект, и мы наконец-то все сольем роботом. Да, и будет только расти нашему дистанции. Да, 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 да. Я думаю, на этой оптимистичной ноте можно сегодня закончить. Было очень рады видеть вас всех. Спасибо огромное, Федор, что... Спасибо, да, всем спасибо. Увидимся еще, до свидания. Все, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»